С сегодняшнего дня 11 медиаторов Жена Узена приступили к своим обязанностям. Им были вручены именные сертификаты об окончании курса медиации в социально-трудовых спорах и конфликтах. В течение пяти дней специалисты из Астаны обучали менеджеров среднего звена компании Узен Манайга с принципом и правилом медиации. Это, по мнению государства, поможет сбить градус социального напряжения. И отныне диалог между странами будет проходить в нужном русле. У нефтяников Запада страны свои медиаторы. Проще говоря, этим людям теперь предстоит цивилизованно решать то, что не могли ни работодатели, ни профсоюз, ни сами нефтяники. Канат Игизгарин – один из 11 сертифицированных медиаторов. Опыта у него пока ноль. Я только начал, это, наверное, с опытом, но, по крайней мере, это будет инструмент в моих руках. Для моей работы, я думаю, это очень пригодится. Тем более у нас 1100 людей работают. Сейчас в наше время что ценится? Умение договариваться с людьми. Как говорит менеджер фонда «Самург Казана» Нурлан Ерембетов, один из авторов внедрения института медиаторства на производстве, эти люди были выбраны путем естественного отбора. Желающих, говорит Ерембетов, было предостаточно, но им нужны были люди, которых знал бы весь коллектив и, что немаловажно, уважал. Основной критерий – это знание психологии общества и людей в том регионе, в котором они сами живут. Хоть и поздно, но мы создали этот свой центр по обучению медиации, потому что жизнь не заканчивается. Она будет продолжаться, коллективные. Я всегда говорю, что не надо бояться конфликтов. Конфликты будут в любой стране. У людей завышенные ожидания будут всегда, и они будут конфликтовать. А уметь их разрешать – это уже дело государства, это дело уже правительства. Поэтому лучше поздно, чем об этом опять же говорить. Я думаю, что мы сделаем шаг большой вперед. По словам господина Ерембетова, это далеко не первые ласточки на производстве. На крупных казахстанских предприятиях есть медиаторы. Следующий шаг – подготовка профессиональных переговорщиков. Арыстан Ирыстанов, Константин Федяев, Актал, Казахстан.